У вас есть доклад, я благодарю, что мне заранее прислали. В этом докладе подготовлено ученую к форуму, таблица 261, 141 страница. Здесь прогноз наиболее вероятный и оптимистичный, что мы будем иметь к 2050 году. В следующем году 146 миллионов 428 тысяч, в 2050 году это вероятные 146 миллионов. Фактически за ближайшие 30 лет население даже не будет восстановлено, восполнено. Есть оптимистичный прогноз, мы прибавим примерно 8 миллионов. Я считаю, что одним из самых гениальных изобретений русского народа является создание сильного и могучего одного из самых крупнейших государств на планете. В мире более 200 стран, лишь всего с десяток, имеет тысячелетнюю историю. На одной руке можно перечислить страны, которые за свою историю изобрели все виды научно-технического и художественного творчества. Мы входим в эту пятерку, если изучить произведения, созданные нашими литераторами, композиторами, инженерами, если учесть наши великие победы, в том числе и прорыв в космос. Лишь две страны за последние 500 лет не терялись университета, это мы и Великобритания. И только нам с вами пришлось из тысячи лет, 700 с лишним лет, с оружием в руках защищать свой язык, свою территорию, свое право жить на этих гигантских просторах, которые достались нам от наших предков. Моя версия, что нам удастся уберечь в ближайшие годы свою государственность, свою самобытность, свою самостоятельность при одном условии. Если на наших просторах будет жить 200 миллионов человек, если нам удастся сплотить славянское ядро, русские, украинцы, белорусы, которые осваили эти гигантские просторы вместе с другими народами. Русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, и все основные мировые религии, языки и культуры, не порушив ни одного языка, ни одной традиции, не сняв ни с кого ни одного скальпу. Но именно русские в результате политики, которые проводятся после 1991 года, несут самые тяжелые и жуткие потери. Если это не осознают все граждане страны, независимо от партийной принадлежности, национальности и места пребывания, то нас ждет след за демографической трагедией и геополитической катастрофой. Здесь будут действовать как законы всемирного тяготения. Я просто подемонстрирую вам на конкретных показателях, чтобы понять, в какой стадии эта ситуация находится, и чтобы четко выстроить свою политику на будущее, начиная от бюджетной, кончая социальной, экономической и региональной политикой. Русские с 1991 года потеряли 20 миллионов человек, сопоставимо с Великой Отечественной войной. С 27 миллионов погибших в Великой Отечественной потери русских составит почти 20 миллионов. Вот вам сейчас назову таблицу, сколько потеряли 20 классических русских областей. Не буду все перечислять, но потеряли примерно 5,5 миллионов. Темпы убыли в 3,5 раза выше, чем в среднем по России. Моя родная Орловская, где был сломан хребет на Орловской-Курской дуге фашистскому дверю, потеряла 162 тысячи. Смоленская, Смолен всегда был щитом на груди державы, 223 тысячи. Курская, где творили 229 тысячи. Брянская, родина партизаны, где храбро защищались почти 280 тысячи. Владимирская, коренная русская земля, Владимирская Русь и Суздальское царство определяют нашу исходную государственность 300 тысяч. Тульское, Тульское оружие, где Петт Первый закладывал вместе с демидами великие заводы, 390 тысяч. Тверская, рядом 400 тысяч. Нижегородская земля, Нижний Новгород был главным карманом торгового России, 580 тысяч. Могу и дальше перечислять. Но этот процесс нисколько не остановлен, только набирает обороты. Если брать и сопоставлять в целом, что происходит в мире, ведь то, что происходит у нас, это исключение из правил. Возьмите Индия, за эти 30 лет прибавила 530 миллионов. Китай 270 миллионов, США 80 миллионов, Франция 10 миллионов, Канада 10 миллионов, Великобритания 9 миллионов. Ну, можно перечислять. В худшем положении, чем мы, оказалась Украина. Был 51,5 миллионов, потеряли их почти 10 миллионов. И если этот процесс продолжится, надо прямо сказать, что от Балтики и Черного моря до Тихого океана, эти гигантские просторы в одну шестую часть суши, где есть все таблицы Менделеева, где представлены гигантские ресурсы и богатства, где сосредоточена треть запасов чистой и пресной воды, в одном Байкале сосредоточено четверть мировых запасов чистой воды. Это наше золотое, это наш стратегический ресурс. Или взять хвойные леса, черноземы. Никто нам не даст ни спокоя, ни мира, если таким образом будут расчищаться эти гигантские просторы в результате политики и курса, которые нам насильственно навязали после 91-го года. Поэтому мой главный вывод связан с тем, что если собираемся исправлять демографическую политику, социальную и экономическую, прежде всего надо посмотреть, что приводит к таким процессу. На мой взгляд, есть четыре столпа, на которых держится наша государственность и наш дух и характер. Это прежде всего сильные централизованные государства. Централизованные государства в свое время держалось бог царь и отечество. Когда Российскую империю Николай II тасил за деньги банкировал Лондон, Париж и Нью-Йорк в Первую мировую войну, нам никакого смысла не было влезть эту бойню за чужие интересы. Спалили империю, но мы ее сумели собрать на основе ленинско-сталинской модернизации, когда было положено в основу государственности труд, справедливость, дружба. Когда в единстве держали страну, прежде всего, единый народно-хозяйственный комплекс, общая цель социального благополучия, общие задачи, в принципе, это работало. Когда эти идеалы в 91-м были преданы, все и посыпалось. Что нас сейчас держит вместе, в единстве? Держит русский язык, как язык миронационального общения, держит великая русская культура и держит нас вместе еще наша великая победа, омытая кровью всех народов нашей державы. Именно она, победа, сегодня подвергается самым жутким нападкам. Именно русский язык выхолощивается и позорится. Именно система классического русского советского образования принесена в жертву и в ближайшее время просто уничтожается и разрушается. Я обращаюсь к вам, ознакомьтесь у нас на сайте «Возите правды. Советская Россия». Опубликовано мое обращение к гражданам страны и, прежде всего, Совету безопасности, Госсовету, Федеральному собранию образования и российской безопасности. Сегодня, если продолжится и этот эксперимент над образованием, нам просто не на чем будет строить возможность возрождения страны. Я демонстрировал в Думе, отсылал президенту, показывал всем членам правительства доклад, который секретный характер носил, был подготовлен еще в 1994 году Всемирным банком. Называлось «Образование для России. Переходный период». И там поэтапно реализуется та схема, которая сейчас подошла к домашнему удаленному образованию и полной цифровизации. У нас было лучшее профтехобразование. Сегодня все предприниматели ищут хорошего токаря, слесаря, фрезеровщика, станочника. Уничтожено полностью. У нас была классная начальная школа, потрясающая по своему характеру. Учитель начальной класса – это универсал удивительного свойства. Средник, который блестяще знает русский, математику, музыку, физкультуру. Универсальный. У меня мать меня 4 года учила. Она в 40 лет в сельской школе была учителем начального. Сейчас это порушена система, там уже классику не найдешь. Раньше букварь с Пушкиной начинался. Следующий этап, оказывается, не нужны инженеры. Появились бакалавры и магистры. Посмотрите, что сейчас творится с инженерными кадрами. У нас полтора миллиона высшего класса специалистов бегают по планете, ищут себе работу. Если вы приедете к Белугейцу, сегодня вы просто ахнете. У него из 100 математиков, которые сделали ее главным богачом Америки, 50 русских, они нам оказались не нужны. Моя лучшая школа по математике, я физмат заканчивал, преподавал матанализ, который мы собирали с академиками по всей Сибири, почти в полном составе там оказалось. Ребята говорят, завтра в 8-10 уедем сразу. Но куда? В какую школу, в какую лабораторию, с каким инструментарием, где будем жить, где будут дети учиться? Абсолютно обоснованный вопрос. Я пять раз носил предложение принять специальное решение, чтобы вернуть талантливых людей. И приедут, но не хотят принимать решение. А посмотрите финансирование нашей академии на следующий год. Меньше средней руки института европейского образца. Надо пять раз увеличивать это финансирование. Это касается и целого образования. Поэтому я прошу познакомиться. Этот вопрос мы будем вносить официально на Государственную Думу. Надо принимать решение. Потому что вместе с академиком Алферовым, Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым, Смолиным, Плетневым мы подготовили образование для всех. Уникальный документ. Прекрасный закон. Абсурдали в МГУ. Везде поддержало. Не можем пропихнуть. Ну никак не можем. Упираются всячески, навязывая нам ту школу. А сейчас Греф взялся за образование. Финансист, банкир будет нам формировать образование. Без классного образования и новой социальной политики ни один демографический вопрос решен не может быть. Поэтому это первая ступень, от которой надо отталкиваться для того, чтобы выбираться из этого тупика. Если посмотреть проблему высокой смертности, вот сейчас гонят страх и ужас относительно ковида. Мне пришлось служить специальной разведке по борьбе с атомным химическим бактериологическим оружием. Просидеть год в резиновом костюме противогаза. Работать с боевыми отравляющими веществами, где один глоток, наступает немедленная смерть. Но мои бойцы никогда не испытывали ни ужаса, ни паники, ни страха. Я не потерял ни одного специалиста. Но то, что сейчас делает средства массовой информации, нагнетая истерию, и то, что загнали по душным, пыльным, грязным квартирам людей старше 65 лет, на мой взгляд, это преступление. Для человека общение и движение – это главные лекарства. Оказывается, с собакой погулять около дома можно, а с ребенком выйти около своего дома погулять нельзя, а полицейский будет штрафоват. Тут еще трудно сказать, что сама болезнь или меры, которые предпринимаются, опаснее для многих граждан. Я за то, чтобы соблюдать и масочные режимы, и дистанции, и все остальное. Но не надо сеять панику. Я завершаю, я, наверное, уже злоупотребляю. Есть такая притча очень любопытная. Идет чума с косоя, навстречу ей верующий. Говорит, куда идешь в храм помолиться за своих близких, за здоровье? Ну, давай праведное дело. А то я иду в город, там, погрязли в жадности, в воровстве, в стяжательстве. Хочу наказать. Возвращается назад, она опять навстречу. Ну, что наказала? И как, Кардау Тару, ой, какая ты злая, да я не злая. В лучшем случае, от моих усилий, один из десяти помер, остальные от паники и страха. Нельзя гнать панику и страх в таких случаях. Надо, наоборот, людей укреплять в этом. А вот разобраться, почему под видом оптимизации уничтожили и разогнали 42% медицинских учреждений, которые занимались такими больными. Ведь мы ходили, мы доказывали, убеждали, вносили, предлагали, устали объяснять, что невозможно за 3,5% расходной части бюджета иметь здоровое население. Все идиоты в мире знают, чтобы было социальное самочувствие, надо каждой пятой рук тратить на здравоохранение, образование и науку. Все знают это. Ничего похожего. В 1994 году было на образовании 3,4% и вот теперь 3,5% и 3,6%. И то же самое. Надо минимум удавить, утратить. Я когда вышел в первом чтении бюджет, выступал и сказал, братцы, ну поддержите вы врачей и медиков, поддержите производство своих лекарств и таблеток, поддержите, мы без этого не вылезем. Ну что бы вы думали? Даже во втором чтении ничего, если взять фармацевтику, в следующем году сокращают на 30% расходы. Надо на 5 умножать, чтобы производить свои таблетки и вакцины. Вот мы гордимся, да, эту науку сохранили, потому что воры и жулики в 90-е годы побоялись. Сиделись в лабораториях, где чума, где все возможные побоялись. И они были профинансированы. А сегодня у нас нет своего производства. Сейчас будут искать в Венгрии, в Южной Корее, в Индии. Мы можем здесь резко двинуть вперед. Это касается и целого ряда других. И последнее. Когда говорят, невозможно быстро поправить, я с этим не согласен. Я прочитал доклад. Да, тут эта проблема сложная, сразу не изменяется. Но если вы возьмете молодую семью с двумя-тремя детьми, 8 нищие. Что нам мешает восстановить? У женщины было в соответствии с Советской Конституцией 21 привилегия. Родила декретный отпуск, еще восстановили в первые годы. И дальше по этапам у тебя была полная возможность ребенка и детской кухни, и детской поликлиники, и детская санатория, и детские лагеря. Это немного требует затрат. Я когда нашим коллегам доказывал, что такое образование классическое, почему мы стали самой образованной страной мира, еще гражданская война шла, 33. У них академические институты были открыты. 33. Накануне войны в 41-м 8% на образование. В 43-м сломали хребет фашистскому зверю. Тут же в 45-м уже 9% было. А в 50-м 14%. И сейчас можно решить эту проблему безболезненно. У страны есть деньги. Они есть и большие. 13 с лишним триллионов золотовалютных, вернее, это самое фондовое состояние. И почти 40 триллионов рублей золотовалютные. Можно было удвоить, утроить эти все давания. И если посмотреть, как мы восстанавливались после двух тяжелых войн и потрясений, единственный год, когда не пребывало население в советский период, это был 33-й голодный год. В 46-м году, в 46-м, после войны жутко и страшно, у меня ни одной деревни не уцелело на Орловщине. Прирост населения составил 1 миллион 300 тысяч. В 46-м году и до 91-го года население все время росло. Так что, если изменить курс финансо-экономическую политику и позаботиться о том, что возрождались все народы, позаботиться о русском ядре, то эта проблема решаема гораздо больше. Для этого надо менять курс и финансо-экономическую политику.